И если начать разбираться, уже кажется, что все вокруг игра. Заявления, обещания, угрозы. Кто-то идет вабанк, кто-то играет в темную. Но это уже игра в нашу жизнь и на наших нервах. Ведь вдруг мы слышим, как Пентагон объявляет, США будут менять тактику и разместят войска везде, где видят угрозу. И тут все равно, о Ближнем Востоке говорят или о Европе, каждый думает, что это шаг в его сторону. Можно было бы списать на то, что военные – это люди, которые играют в штабные игры. Но бывший генсек НАТО Расмуссен объясняет, Трамп критикует НАТО и не просто пустит Альянсу имидж, он подстрекает Путина. Проверить, а ответит ли огнем весь Альянс, если нападут на одного из его членов. Пытается Путин это проверить? Вроде нет. Но одновременно Госдеп приводит в действие Пакт Рио-де-Жанейро, Межамериканский договор о взаимной защите против Венесуэлы, которая, по его мнению, угрожает всем странам американского континента. Угрожает? Нет. То есть это может быть пас, что и против нас. Такой же пакт о взаимной защите НАТО может быть приведен в действие в любой момент, точно так же, безо всякой доказанной угрозы. Потому что уже глава начальников штабов США Данфорд объясняет, НАТО теряет свое преимущество над Россией, а генсек НАТО Столтенберг говорит, что Россия изобретает новые ракеты, нарушающие уже отмененный договор РСМД. Серьезно? Так Трамп же уже публично испытал то, что договор когда-то запрещал, а мы только разрабатываем. И Столтенберга это волнует? И вдруг начинается игра ва-банк. Генерал Харриган объявляет, мы знаем, как прорвать оборону Калининграда. Мы ударим с моря, с воздуха, с суши из интернета. И это уже не игра. Валерия Алехина пыталась понять, а если бы один из наших генералов публично объявил что-то похожее, даже в рамках игры, как бы американцы отреагировали? И какого хода ждут теперь от нас? В Латвии полигон Ада же это боевые тренировки британских и французских военных из дислоцированного в Эстонии батальона НАТО. В паре сотен километров от российских границ солдаты Альянса учатся защищаться от потенциального врага на суше. В это же время группа натовских кораблей вышла в Балтийское море. Здесь, по легенде, агрессор захватил острова в районе Датских проливов. Кто этот враг и агрессор, можно увидеть в описании на сайте Альянса. НАТО отвечает на агрессивные действия России увеличением воздушного и морского патрулирования в регионе, а также развертыванием свыше 4,5 тысяч военных в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Такие учения в Прибалтике и Польше НАТО проводят сейчас постоянно. Одновременно здесь расширяют контингент Альянса и США. Например, весной в Латвии открыли северную дивизию НАТО. В Литве на днях решили разместить американский военный штаб дивизионного уровня, а в Польше массово вооружаются. В прошлом году Польша купила у США противоракетные комплексы «Патриот» почти за 5 миллиардов долларов. В этом году Варшава заказала 20 реактивных систем толкового огня «Кемес» на 365 миллионов долларов. А недавно Госдеп одобрил так обсуждаемую продажу многоцелевых устребителей F-35. Сумма сделки порядка 6,5 миллиардов долларов. Неудивительно, что «Пентагон» считает Польшу очень выгодным рынком сбыта военной техники в Европе. Наша внешняя политика повторяет внешнюю политику США, которая нацелена на противостояние с Россией. Кроме того, надо отметить, что F-35 – это самолеты офенсивные, наступательное вооружение. И если это так, то про какую оборону мы тут с вами говорим? Это подготовка к вторжению. Это доказательство того, что Польша втянулась в агрессивную милитаристскую программу США. В этом духе милитаре на днях, командующий операциями ВВС США в Европе, Джеффри Харриган вообще заявил, что у Пентагона есть план уничтожения противовоздушной системы обороны в Калининградской области. Американского генерала цитирует издание Breaking Defense. «Если нам придется уничтожить, например, Калининградскую ПВО, пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план. Мы постоянно тренируемся, все время продумываем такие планы». В польском городе Эльбланг, от которого рукой подать до российского Калининграда, даже специально разместили многонациональную дивизию НАТО «Северо-Восток». А на российской границе тут же ходит хмуро. Когда Путин хвастался, как заправский школьник, своими авангардами, кинжалами и буревестниками, он должен был предполагать ответные действия НАТО и США, и что если они действительно прорудут Калининградскую систему обороны ПВО, то, как немцы в 1941-м, то мало никому не покажется в России. Давайте-ка приступим к новостям этой недели. У нас будут спортивные новости. Точнее, я бы сказал, спортивно-правовые. РФС отказал в регистрации Кокорина для участия в чемпионате России. Напомню, что 17 сентября Кокорина и Мамаева отпустили из тюрьмы в поселке Алексеевка, Белгородская область, по той же самой причине, что и отпустили Кирилла Серебренникова, дабы не нагнетать ситуацию в стране в предреволюционное время. Кокорин и Мамаев стали соучастниками двух потасовок в центре Москвы. Футболисты избили несколько топ-менеджеров Министерства промышленности и торговли в кафе, ударив их стулом по коррупционной башке. Естественно, если бы футболисты избили рядовых прохожих, то им присудили бы максимум 15. Ну хорошо, 30 суток ареста. Однако чиновники Минпромторга, а может быть и сам коррумпированный министр Денис Мантуров-Тезка, решил устроить показательный процесс над футболистами, дабы не повадно было бить его людей в кафе стулом. И я бы со своим тезкой согласился, если бы только потом Алексей Навальный не выпустил серию видеороликов про коррупцию в Министерстве промышленности и торговли, из которых бы узнали, что пострадавшие по делу футболистов за бюджетный счет живут в премиум-гостинице пятизвездочной в люкс-номерах и платят за нее не из своих денег, а из бюджета, внимание, по одному миллиону, а может даже и миллиарду рублей в год. Ну, я не внимательно слушал ролик Навального, но могу сказать точно, что чиновники, которые пострадали в этой истории, они не были пушистыми зайцами. Вместо того, чтобы скромно жить в двух-трехкомнатных квартирах, они живут и нагло борзеют в пятизвездочных отелях. И получается, пострадавшие в деле футболистов не такие уже и пострадавшие, скорее наоборот, виновные. И эти стулья, которыми бросались в кафе ММФ и Кокорин, это возмездие коррупционерам Минпромторга. И вот, со стороны высшего правосудия, и вот так вот начали думать все, кому не лень. То есть наш народ. И думает он про это абсолютно верно. И многим показалось, что приговор по Бабову и Кокорину полтора года общего режима слишком суровый и несправедливый. И он был бы другим, если бы в потерпевших по их делу не было бы топ-менеджеров крупного министерства правительства Российской Федерации. И на глазах у властей Мамаев и Кокорин превратились в героев народа, которые дали стулам по башке журью и варью в Минпромторге. А дальше уже те самые пресловутые митинги в Москве, которые чуть ли не переросли в Майдан и войну за Мосгордуму, и властям стало не до показательных порок. Им лишь бы удержать ситуацию в Москве, Питере и в целом в регионах, в мирном русле. И поэтому, как шаг навстречу народу, власть отпустила нескольких политзаключенных, в их числе Мамаев и Кокорин. То есть из хулиганов в глазах народа после расследования Навального против коррупционеров в Минпромторге, они превратились в Робин Гудов. Сами того не понимая. И даже с формулировкой... И Мамаева с Кокорином отпустили даже с формулировкой, что не нарушали режим в тюрьме. И выполняли нормы, пропагандировали здоровый образ жизни. Но в общем, паиньки-заиньки в глазах Федеральной службы исполнения наказаний. В тюрьме, правда, с окамерниками это карается жестко, но это уже отдельная история. Это что касается юридического и политического начальства и аспекта дела Мамаева с Кокориным. А дальше РФС такой, да и думаю, и я наживусь на деле Мамаева и Кокорина. Мамаева за взятку допустили до игр нынешнего чемпионата России по футболу. А вот с Кокориным не срослось. Причем даже футбольный клуб «Зенит», клуб, который принадлежит Кокорин, не возражал вернуть его в стартовый состав. И главный тренер «Зенита» заступился за Кокорина. Сергей Семак вот что сказал по поводу отстранения Кокорина от чемпионата России по футболу. Цитата. «В очередной раз хочется в кавычках поблагодарить футбольные власти за решение отказать в регистрации футболиста. Мало того, что Кокорин год провел в колонии за проступок, который совершали 99% мужского населения, но им за это ничего не было, так теперь еще Кокорина на 5 месяцев решили отстранить от футбола самого высокого уровня у нас в стране. Вы знаете, Сергей Семак морально за несколько лет вырос в моих глазах, не просто как футболист, а как даже и тренер, а даже больше как вообще человек. Хоть он и не сидел в тюрьме, он знает, как работает басмана Пресненская, ну он, Семак, басмана Пресненская правосудие у нас в стране. В РФС пояснили ситуацию с какой он так. Есть регламент, и по нему допускать или не допускать футболиста решается на основе обстоятельств и пресс-сохранении целостности соревнований. То есть перевожу на русский язык. Нет никаких юридических ограничений для допуска Кокорина в Зенит, раз уж мама его отпустили в Краснодар, но пусть Зенит, Газпромовская Зенит поделится частью своих доходов с РФС. И тогда мы допустим Кокорина до чемпионата. С чего вдруг ответили в Зените, и в итоге... В нарушении прав и свобод Кокорина не допустили до чемпионата России, и он не сможет играть на профессиональном уровне как минимум полгода, а то и год. Добавлю, что футбол самая справедливая игра в мире, по моему мнению. И именно поэтому Зенит увез из Дриона одно очко в Лиге чемпионов. А Краснодар с Мамаевым проиграл Базелю в Лиге Европы с разгромным счетом 5-1. Ровно потому, что к чести руководства футбольного Зенита, даже если их футболист оступился, даже если он действительно нарушил закон, они за него заступаются. Да. А Краснодар... О, я что-то не слышал, когда Мамаев был в тюрьме, чтобы Краснодар заступался за своего футболиста. Вот такие вот спортивно-правовые реалии в России. Тяжелые потери ФСБ в Крыму. Очень тяжелые. И вновь на этой неделе облажались чекисты. И в самом что ни на есть оккупированном без совести и чести Крыму офицер ФСБ, подполковник Игорь Егоров, лишился своего звания и должности, после того, как его подопечный Юрий Дрындин был арестован за организацию производства наркотиков в Волгограде и переправку их в Крым. По какому месту? По какому мосту? Правильно, по тому самому Крымскому мосту. То есть офицеры ФСБ по новому Крымскому мосту переправляли наркотики из Волгограда себе в Крым. И не с целью пресечения их оборота, а наоборот, с целью распространения наркотических средств в Крыму. Теперь мы знаем, зачем строили Крымский мост на самом деле. Как раз для переправки ФСБшниками, ФСБшникам наркотиков из Волгограда в Крым. Помимо этого, подполковнику Игорову вменили вину отсутствие конторы с завербованными агентами ФСБ в Крыму, которых оказались вот так сюрприз, которые оказались вот так сюрприз надкоторговцами. Хотя ФСБ, агенты Егорова, проходят как внедренные в экстремистские сообщества стукачи, а на самом деле подопечные Егорова были торчки. У Егорова в машине Ауди. Ауди А8. Ну, знаете, когда я работаю на правоохранительные органы России, почему-то на российских машинах, или хотя бы на тех машинах, которые собирают в России, мне почему-то лень ехать, а куплю по себе Ауди. А где же мораль? Ты же работаешь на государственные органы Российской Федерации, а значит не должен на иностранной тачке разъезжать, а иначе ты не агент ФСБ, ты агент ЦРУ, или в данном случае Ауди, то агент немецкой разведки БМД. И вот об этом никто не думает, ни в ФСБ, ни в СКР, ни в МВД, в угоду своему комфорту, разумеется. В этом отчасти проблема внутри России. Но вернемся к этой истории с ФСБшным наркодельцом Егоровым. Так вот, у Егорова в машине Ауди А8 нашли 8 килограмм отборной марихуаны. Страшно подумать, а что, если бы вместо русской, типично русской, в кавычках, машины Ауди А8, у подполковника ФСБ был бы КАМАЗ, например, 555.111 модели. Это же сколько тогда наркоты он бы смог ввести из Волгограда в Крым, по Крымскому мосту? Казалось бы, это всего лишь обычные разборки бандитов о власти. Или сокращенно ФСБ. Но дело в том, что подопечный Егорова Юрий Дрындин до вхождения Крыма в состав Мордора служил в СБУ в звании капитана. И боролся с коррупцией в Крыму, пока не принял присягу на верность Орде. И не поступил на службу ФСБ. И за предательство Украины капитан СБУ получил новое звание майора. Прошу прощения, подполковника. Ну, вы знаете, я не понимаю, чем думали ФСБшные мрази, когда принимали его на работу. Потому что, если человек поклялся служить верности Украины и предал ее, перейдя на службу ФСБ, где гарантия того, что он в любой момент предаст ФСБ и, например, не сделается агентом турецкой разведки. Ну, такой гарантии нет. Человек, который предал один раз, предаст его второй раз. Бывают, конечно, исключения. Но эти исключения, я не думаю, что в случае подполковника Егорова есть. И ведь, главное, подполковник Егоров перешел на службу ФСБ, чтобы заниматься наркоторговлей и наркобизнесом. Он не мог этим заниматься в СБУ. А ФСБ вдруг, пожалуйста! Дрэндин помог сразу нескольким лицам из криминала уйти от уголовного преследования, оформив их ФСБ как информаторов. Но самое главное, пока разбирались с Егоровым и с его помощником Дрэндином у чекистов, как в фильме «Миссия невыполнима» пропал список агентов, список реальных агентов, внедренных в различные банды. Там в фильме «Миссия невыполнима» пропал, если вы помните, был взломан компьютер с агентами ЦРУ. А у нас пока шло разбирательство в Крыму, куда с Егоровым и Дрэндином куда-то пропал реальный список завербованных агентов, внедренных в различные банды по всей России. И в этой статье, статье мейла РУ, впрямую не говорится, но думается, что называется, что Юрий Дрэндин все-таки, когда перешел в ФСБ, работал на украинскую розетку и на СБУ. Ведь бывших без спеков не бывает, а бывают кроты в ФСБ. И именно в СБУ теперь надо искать список тех агентов, которые были внедрены ФСБшниками в наркокартеле. Как говорится, бывших СБУшников на службе ФСБ не бывает, а бывают либо предатели Украины, либо двойные агенты СБУ ФСБ. Я думаю, что мы имеем дело со вторым случаем. Как Дрэндин, который через своего начальства в ФСБ курировал наркобизнес внутри России, и теперь следует ждать роста, после того, как список агентов был похищен у ФСБшников, то следует ждать роста наркозависимости в России. Ибо, как я уже сказал, список завербованных агентов ФСБ по наркобизнесу в Крыму и Волгограде находится в руках, я так думаю, агентов СБУ. Вот так вот СБУ полностью, тотально, ну не тотально, скорее локально, ну ладно, тотально в Крыму переиграла ФСБ. А российским чекистам пора задуматься, что не плантации марихуалы надо выращивать, а надо заниматься все-таки служением закона, закону Российской Федерации. Хотя о чем это я? У нас даже, хотя у нас ФСБ превращается в ОПГ, которое даже не способно поймать реально совершенпованных агентов, вражеских разведок у себя в стране, как тот случай с чиновником из администрации президента Российской Федерации. Вместо реальной безопасности ФСБ занимается отлаживанием наркобизнеса внутри России. С целью наживания бабла. Как следует из дела Егорова, ФСБшники даже разучились устраивать конспиративные квартиры для вербовки новых агентов внутри страны. Это полный, тотальный непрофессионализм. Не буду говорить за все ФСБ, но за ФСБ в Крыму и в Волгограде скажу. Да, это так. И то, что был пойман Семцов, были пойманы диверсанты СБУ в Крыму, это не заслуга крымского отдела ФСБ, это заслуга ФСБшников с клубянки. А в этом есть разница. Потому что, как мне думается, на высшем руководстве ФСБ пока такой гнили, как Егоров и Дрындин нет. Потому что эта гниль перешла работать секретарем Совета Безопасности президента. Это я про Патрушева и его сыночка в Министерстве сельского хозяйства России. А сейчас ФСБ реально более-менее действительно профессиональное руководство. Единственное, что надо в Крыму им поработать со своими. Чтобы вот такого не было. Чтобы ФСБшники не занимались переправкой наркотиков с целью их сбыта в Крым. Более подробно вы сможете, как я уже сказал, ознакомиться с этой статьей в мейле.ру. Шестеро свидетелей ИГОВы получили тюремные сроки в Саратове. Ленинский районный суд вынес приговор участникам религиозной организации свидетелей ИГОВы по части 2.282.1 У Волголовного кодекса Российской Федерации. Экстремизм. Они получили от двух до трех лет лишения свободы. Свидетелей ИГОВы подвергают репрессиям и преследованиям не только в Саратове, но и в других уголках нашей Родины. Даже несмотря на слова Путина в их защиту. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, есть власть светская Путин, а есть в России власть духовная. Гундеев в духовной власти, как и в политической, конкуренция не приветствуется. Вот и конкуренты РПЦ избавляются от конкурентов, в частности от сектантов-свидетелей ИГОВ. Но прям как и настоящие преступники, а не священнослужители, не поделив свой бизнес внутри России, так сказать, на святости. Отбывать наказание в России свидетели ИГОВы будут колонией общего режима наряду с православными зэками. Так специально сделали, чтобы конфликт между православными зэками и свидетелями ИГОВами был бы неминуем. Но, к счастью, в России зэки иногда, не очень часто, но иногда, ведут себя порядочнее властей. И я надеюсь, конфликтов на почве религии у них в камере не будет. Преследование свидетелей ИГОВых началось после 2014 года, после портона 2017 года, когда Верховный суд России запретил деятельность свидетелей ИГОВых внутри России. И подсыпались уголовные дела на свидетелей. Первое дело было рассмотрено против свидетелей в железнодорожном суде города Орла. За свои религиозные взгляды был осужден Дани Кристенсен. Свобода равенства братства, свобода вероисповедений в России про это не то, что не слышали, а предпочли забыть и даже не знать. Дани Кристенсен, уже отбивая наказание в российской колонии, как уже человек, знающий российские реалии и правосудие в том числе, заявил в интервью BBC, что в России нет будущего для тех, кто исповедует другие религии, которые не связаны с исламом, иудаизмом и, конечно же, православием. В России вообще нет ни для кого будущего, пока тебя уголовно наказывают за твою веру, не связанную с традиционными конфессиями и религиями. Здесь в России действительно самая антигуманная, бесчеловечная, зависимая и продажная правосудие, которая только может быть в мире. Пора валить, пора валить из страны, пока власть тебя не сделала зэком за твою веру. Это я уже добавляю. Но, к словам Дани Кристенсена, но, к сожалению, не у всех россиян есть деньги, не то что на билеты или заграды паспорта, а даже на такси до аэропорта. Поэтому за свою веру они, как Дани Кристенсен, могут отправиться на зону в России. И это еще полбеды. Приходит сообщение, что свидетелей Иговых не просто отправили в тюрьму отбывать ни за что наказание, а нагло их пытают посредством электрошоковой терапии, имитацией удушения и утопления водой. Это делают псы режима, чекисты, следаки Следственного комитета и опера Тсина, которые свою совесть давно променяли на машину, ту самую Ауди А8, которая была у Егорова, и уютную квартиру от государства рабов терророссии. Но Госдеп США спешит свидетелям Иговых на помощь. Так, США уже ввели санкции против следаков, которые пытались свидетелей Иговых. Я назову имена палачей путинского режима. Это следователи Следственного комитета Владимир Елмалаев и Степан Ткач. Они были очень жестоки к свидетелям Иговых, за что и поплатились. А не надо было бить свидетелей Иговых. Помимо санкций против следаков, ведущих дела свидетелей Иговых, Госдеп США выступил с заявлением, что в России преследуют людей за мирную религиозную деятельность и практику. И Вашингтон не намерен терпеть это неуважение прав и свобод к своим же гражданам со стороны власти России. И требует прекратить, ложно обвинять людей внутри России за исповедание другой религии. Значит, тоже прессуют, гнобят и преследуют священников, свидетелей Иговых внутри России за то, что они не признают Новый Завет, не считают Христа Богом, отказываются от переливания крови за то, что они ходят по домам и проповедуют Веткий Завет, в то время, как попам РПЦ лень это делать, за то, что отказываются служить в российской армии и быть пушечным мясом Путина в Сирии и на Украине. Вот за все это их и гнобят и преследуют в российском государстве, в котором по складу ума законотворческой деятельности давно вместо 21 века наступил век 15. В этой истории Путин вновь доказал, что он врун. Если сказать слово жестче, которого мы все так прекрасно знаем, нахрен начинается. Потому что после того, как он сказал, что преследование внутри России свидетелей ИГОВа это абсолютная чушь, уже трое свидетелей ИГОВа отправились в колонию общего режима. Потом устами Пескова Путин заявил, что освобождение людей, севших в российскую тюрьму за исповедование своей веры противоречит нормам законности самой России. И снова их не выпустили. И снова свидетели ИГОВа сели. На сей раз уже другие. Словно подтверждая тезис России как о бесправовом государстве палачей и псов режима. На все, на этом все. На учениях Центр 2019 разбились две машины ВДВ. не учения, а мучения. Сейчас, минуточку, у меня стемнело, и я свет включу. А вы пока посмотрите на картинку. Итак, возвращаемся на учениях путинского на учениях мучениях Центра 2019 который заявлялся как ответ НАТО, как раз с чего началась наша программа. На слова о прорыве Клининграфской системы ПВО разбились две боевые машины десанта при десантировании. Это произошло 20 сентября. Ха-ха, не успели русские прибыть на поле Сечи, как уже потеряли двух своих боевых коней. Если так можно сказать про БМД. У БМД сработали парашютные системы и в результате БМД стукнулись об землю, как российская экономика об НАТО. Хорошо, хоть экипажа внутри БМД шаг не было. Почему парашют парашют не сработал? Предположительно отказ парашюта произошел ввиду того, что карабин не зацепился за трос принудительного раскрытия. Как говорят в таких случаях сами десантники, у нас парашют надежен. В принципе может сработать, а может и нет. Как правило в десантном парашюте есть система, которая обеспечивает стабильное выпадание техники из самолета Ил-76 перед раскрытием парашюта. И эта данная система закрепляется на карабине стабилизатора БМД. А БМД на тросах в самолете а этот самый карабин висит на тросах в самолете и выпускает БМД таким образом как они как будто вылетают как какашки из Ил-76. Но 20 сентября почему-то БМД упали не как положено на землю, точнее десантировались, а упали кверх тормашками пузом к кузовом. И эта система, которая отвечает за стабильную выбрасывание десанта и техники десанта из самолета Ил-76 почему-то не сработала. Мы это вы видите на ваших экранах. А теперь было доложено командующему ВДВ Андрею Сердюкову, родственнику того самого мебельщика, который управлял армией России в конфликте с грузинами и который сфоровал при помощи своей любовницы Васильевой 1 миллион рублей из Рособоронсервиса. А что такое Рособоронсервис? А это в том числе и обслуживание этих самых двух разбившихся БМД. Да, Сердюков и Васильев своровали давно, но последствия их деятельности видны до сих пор в армии, в частности в воздушно-десантных войсках. Ведь армия, в том числе и ВДВ, это неотъемлемая часть российского общества. Если чиновники воруют даже на закупке жизненно важных лекарств для больных детей, то почему не могут воровать генералы, в том числе ВДВ? И ведь воруют в двойном, а то и в втором размере. Раз на всяких там парашютных системах. и это не только ВДВ. Вспомните фильм «72 метра». Там боссман дизельной подводной лодки воровал на костюмах системы замкнутого дыхания. Так что вся подводка славянка, читая между строк АПЛ Курск, поплатилась весь экипаж. Но благодаря, но благо, есть человек с простой программой «Не воруй». И это Навальный. Да, ВДВшники или другие те, кто служил, могут резонно сказать, ну вы знаете, Навальный не служил, зато у него простая программа «Не воруй». И это касается в том числе и армии. И вот он может обеспечить невротство в армии, где слово «не» будет главным. Но он не один такой. Кудрин говорил много раз, что в связи с этими учениями «Центр 2019», бюджет Министерства обороны, на котором разбились эти самые две БМДхи, крайне неэффективный и раздут для этой самой обороны. Он раздут в два раза, причем деньги не идут на новую технику войска, а либо они идут на показуху, как учения «Центр 2019» или «Восток 2018», либо в карманы генералов, и в частности Шойгу. На это Сергей Кужебетович ответил так, что это цитата надуманные тезисы Кудрина, однако слова Кудрина подтверждается фактами. Секретная часть на оборону ВВП России достигла 5 триллионов рублей. Ну, можно, знаете, сказать, что, ну, хорошо, ну, вот у нас граница большая, врагов немерено, мы, как американцы, не отграждены от них естественными преградами типа морем или океаном. Но почему-то западные страны могут себе позволить, причем, что у них враг с 5 триллионами рублей на оборону могут себе позволить вот каких-то крошечных 2% на оборону от ВВП. Да, можно сказать, что их защищают американцы, но ведь тогда можно сказать, что и Россию защищает Китай, например. А что же означает эта секретная часть ВВП, которая, по словам Кудлина, достигла 5 триллионов рублей? Правильно, в российских реакциях это секретная часть расходов обозначает уровень воровства генералов и всяких там замминистров Шойгу. Уровень воровства в российской армии достигает 5 триллионов рублей, это баснословная сумма! Столько даже Захарченко не воровал, как воруют чиновники из Министерства обороны Российской Федерации. Причем, ладно бы эта секретная часть расходов хоть как-то тратилась на боеспособность на закупки новой техники, но нет, в Сирии не можем победить окончательно, не можем взять Идлиб. Учения Восток 2018 вопреки словам пропагандистов оказались самые незначительные, даже несравнимые с самыми мелкими учениями армии Советского Союза. Не и аварии за аварией, даже на единственном авианесущем крейсере отбирал Кузнецов, когда он просто стоял в доках. Значит, расходы на российскую армию действительно невелики, как мне рассказывают те, кто отслужил, что они ездят на старых БМДах, БМПах и прочих боевых машин времен 1960-х, то есть времен Карибского кризиса и Вьетнамской войны. Да, в российской армии современная техника только в тех частях, где служат сынки генералов и где они являются образцово-показательными частями. Однако, безусловно, успех Шойгу, в отличие от Сердюкова, заключается в том, что он профессионально врет. То есть он не врет, а просто не говорит некоторые правды про армию. Поэтому в реальных боевых действиях Калининградская система ПВО давно бы была прорвана НАТО, если бы у НАТО слова не расходились с делами и хватило бы силы духа отстоять и Прибалтику, и Украину, и Польшу. А так у них не хватит духа, потому что натовцев тоже трясет от российской угрозы. в том плане что они боятся. А бояться надо не российской армии, а воровства генералов. Россию опять обвинили в манипуляциях с допинг-пробами перед Олимпиадой. Битва за Токио 2020 уже началась. Отстоят ли Россию от Олимпиады? Ага, давно пора. За 10 месяцев до начала Олимпиады в Токио компьютерная база, где хранятся все допинг-пробы российских спортсменов, была кем-то нелегально отредактированная и это дает полномочия всемирной антидопинговой астации или сокращенного вада отстанить Россию от Олимпиады в Токио, так как российские официальные лица смошенничали еще раз после Сочи на допинг-пробах российских же спортсменов. Пока нет окончательного вердикта отстанять или не отстанять Россию от Олимпиады но этот самый вердикт может быть вынесен уже в октябре боюсь все может пойти по более жесткому варианту чем на Олимпиаде 2018 года когда разрешили российским спортсменам выступать под нейтральным флагом ее вообще могут отстранить не только от Олимпиады 2020 года но и от чемпионата мира по футболу 2022 года в Катере а у нас как раз подобралась симпатичная футбольная команда с зэками Кокорином и Мамаевым сюрприз сюрприз уважаемые футбольные болельщики которые поддерживают Путина и единую Россию вас могут лишить выступления вашей же сборной на не только на чемпионате мира но и на чемпионате Европы следующего года так как ВАДе стало известно что допинг пробами внутри России сознательно манипулировали уже после Олимпиады в Сочи это это выяснилось потому что ВАДА привлекла не просто каких-то спецов по допинг-пробам а лучших криминалистов со всего мира и тут мне вспоминаются слова Путина о том что международной изоляции России не будет она невозможна в силу значимости России в мире но в политике изоляция России может быть и действительно не получилось но вот изоляция в спорте может получиться слегкой всех российских спортсменов и в том числе футболистов могут отстранить от международных соревнований так как российские власти поставили ВАДА неточные неверные неправильные допинг-пробы и правда вскрылась только сейчас у Путина могут отобрать его любимую игрушку спорт российский спорт на международной арене окончательно о допуске или не допуске до Олимпиады наших спортсменов будет принято решение в октябре но но пока что вероятность этого велика правда есть одно но дело в том что допинг-пробы могли быть подмешаны ротчинку который бежал в Соединенные Штаты Америки или Канаду и если выяснится что допинг-пробы неправильно отсылал именно ВАДА именно он тогда ничего страшного ведь он за это уже понес ответственность а вот если выяснится что допинг-пробами манипулировали после того как Ротчинков бежал в Америку то тут могут быть самые жесткие санкции против российских спортсменов но есть у них один выход если спортсмены скажут что Крым украинский что они не поддержат политику Путина в любых видах формах и проявлениях и что если они за демократический либеральный мир и спорт то скорее всего они поедут на Олимпиаду и на чемпионат мира под нейтральным статусом а если скажут что-то другое или будут отмалчиваться в спортивном суде или может быть в международном уголовном суде то тогда они никуда не поедут ни на какие соревнования 150 раз надо было думать когда например Бату Хасиков известный спортсмен стал губернатором от единой России в регионе в одном из регионов России теперь его проклянут все бурцы и боксеры в России потому что он как спортсмен поддержал партию власти а теперь за это спортсменов возьмут и не допустят до соревнований в частности борцов ну как я уже сказал в общем у всех ну могут не допустить пока это еще будет решаться не сейчас а в октябре так что спортсмены из-за санкций против Крыма понесли пока самые большие потери из всех слоев нашего общества в частности спортсмены легкой атлетики на их примере уже реализуются отстранение России от международных соревнований и эта практика будет скорее всего расширена тут я не пытаюсь никаких на иллюзий на представителей других видов спорта и есть о чем задуматься безусловно Павлу Колобкову этому министру российскую делегацию не пустили на сессию генассамблеи ООН российским политикам путиноидам в юбке в последний момент не дали американские визы в США где проходит генеральная ассамблея ООН американцы заявили что визы были поданы в неправильные сроки однако официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова утверждает на белом глазу что все документы были поданы вовремя и в срок это безусловно акт со стороны США пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и не способны США хоть как-то прилично выполнять международные обстоятельства больше всех по этому поводу возмущался сенатор Константин Косачев которого как раз и не пустили в США и я понимаю возмущение сенатора ведь сорвался шикарная сорвалась шикарная командировка в Нью-Йорк в Нью-Йорк обед в ресторане на Лонг-Айленде прогулка по Глодзону ночь в отеле Хиртон и все это за бюджетный а не за свой личный счет ну а что же он хотел входя в парламентские комиссии по противодействию США внутри России думал раз он будет расследовать якобы вмешательство США в российские внутренние дела то ничем это для него не закончится что американцы это спустят на тормоза нет вместе с другими сенаторами которые блокируют действия американских НКО внутри России они думали такие как Косачев что это сойдет с им с рук но нет так не бывает так бывает только на российских ТВ каналах когда Солоев ругает США и при этом в кадр попадают часы Эйпл у него на правой руке а Солоев кстати когда-то давным-давно работал на НТВ а в реальной политике если критикуешь США то будь готов и препятствуешь их фирмам внутри России их организациям то будь готов к отказе визы в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН другой пострадавший от недопуска России на Генеральной Ассамблее ООН это небезызвестный депутат Леонид Слуцкий который как Харви Вайнштейн домогался до женщин только вот Харви уже был за это наказан и публично осужден а кто же осудит в рамках нашего государства депутата Слуцкого правильно никто да и не ровня он Вайнштейну который известен в отличие от Слуцкого во всем мире вот и пришлось госдепу вместо следственного комитета наказать похотливого распустившегося распустившего руки депутата государственной думы лишив его так сказать поездки в Диснейленд как маленького не поехал в Нью-Йорк и и переводчик МИДа он же глава генерального секретаря МИДа Сергей Бутин фамилия какая-то знакомая не правда ли а это папаша российской шпионки Марии Бутиной которую заблочили ФБР не так давно и упекли за решетку в этой связи странно что Сергей Бутин вообще надеялся на визу в США ведь он дипломат шпион и об этом уже давно знали ФБР причем не просто дипломат шпион а что называется с богатой родословной шпионов в США российских он думал что США какого-то там серого переводчика секретаря не заметит но нет заметили и наказали публично так сказать политически выпороли ремнё фарсовостью данной истории добры этот факт что на этой генеральной ассамблее он Россия и её представители хотели официально присоединиться к парижскому соглашению по климату которое должно замедлить глобальное потепление климата и объявить об этом всему миру что Россия вместе с миром будет бороться за климат и против глобального потепления но видно не судьба и поэтому об этом пришлось объявить не среди себе равных в ООН а среди правительства Российской Федерации и устами Медведева а не Вовке царя и не на генассамблее ООН да уж не судьба России присоединиться к парижскому соглашению по климату точнее сделать это в ООН но в чем тут фарс а в том что когда Медведев подписал точнее расифицировал договор о борьбе с глобальным потеплением в России и в европейской части резко похолодало экология конечно важна и за ней и за нее надо бороться но глобальное потепление это сплошное надувательство и выкачивание денег и все того же бюджета Российской Федерации на борьбу с глобальным потеплением и скорее всего российские чиновники будут это делать и именно поэтому Медведев присоединился к парижскому сплошению по климату тут хотя тут даже сама судьба говорит о том что России не надо присоединяться к парижскому соглашению по климату за экологию надо бороться но в первую очередь для России важно сохранить свой лес свою тайгу от китайских лесорубов а с этой задачей правительство Медведева не справляется а не глобальным потеплением им надо заниматься ну а что касается виз в США американцы вновь показывают кто на самом деле в мире хозяин а кто ведет в нем скверно и это российские тупоролые власти которые здесь в стране ругают США но почему-то очень хотят попасть в Нью-Йорк на мировую конференцию США вновь показала свою силу тем что отстранив некоторых российских чиновников от визита их в Нью-Йорк а Россия вновь показала свою слабость и только двух стран не пустили на геносабли двух из двух сот это Россию и Иран Россия так сказать в петушиной масти выражаясь языком уголовников так популярных так популярного в России Трамп Трамп пара-ри-ра-ри-ра-рамп пара-ра-ра-ра-рамп пара-ри-ра-ри-ра-рамп наш дорогой Дональд Трамп в конгрессе США начали процедуру импичмента против Трампа слухи о ней ходили давно конгресс даже назначал спецпрокурора по поиску компромата на Трампа который ничего не нашел но вот теперь процедура импичмента запущена официальная и в рамках процедуры импичмента палата представителей запустила запустила официальное расследование против Трампа по мнению главы палаты представителей Нэнси Пелоси Трамп предал национальную безопасность США тем что в разговоре с президентом Украины Зеленским Трамп требовал от Зеленского дать показания против кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена и его сына Хантера Байдена которые занимались коррупцией на Украине в бытность президента Обамы то есть Трампа судят фактически за простой телефонный звонок а то что Байден отмывал деньги на Украине Нэнси Пелоси видно не сильно интересует к официальной процедуре импичмента призвал и конгрессмен от штата Джорджия Джон Льюис который заявил что любое промедление расследования против Трампа вредит демократии США ауу Льюис импичмент против Трампа вредит расследованию коррупционных дел Байдена ты об этом не думал по его мнению народ США имеет право по мнению Льюиса знать о незаконном о шантаже и давлении Трампа на Зеленского и на Байдена но не имеет права американский народ знать коррупционные схемы Байдена еще как имеет право Дональд держись Пелоси и Льюис на невдомек чтобы реально претворить импичмент Трампу в жизнь нужен для этого серьезный веский повод а не телефонные переговоры Трампа Трампа Зеленским Трамп не Янукович никакого импичмента не будет скорее всего ведь для его воплощения в жизнь нужно одобрение не только палаты представителей но и Сената США который поголовно за Трампа то чем занимаются Пелоси и Льюис это информационный шум который призван сделать из Байдена жертву кровавого в кавычках тирана Трампа и повысить его рейтинг в предвыборной гонке я надеюсь что Трамп нанесет ответный удар по демократам который абсолютно Трамп который абсолютно обоснованно обвиняет их в коррупции отмывания денег на Украине и даже Роберт Мюллер спецпрокурор против Трампа технически может расследовать это не запрещено законами США коррупцию Байдена на Украине хотя для этого конечно же Трампу надо как-то подтолкнуть спецпрокурора Мюллера к мысли в правильном направлении если ему удастся сделать то считай выборы 2020 у него в кармане и демократы могут потерять главенство в палате представителей но это идеальный вариант а на самом деле вполне возможен сценарий экскалации конфликта между исполнительной и законотворческой власти США Трампа против Конгресса и вполне может дойти до сценария Москвы 1993 года но и Трамп не идеален и не понимает чтобы дело Байдена разыгралось в нужном для него ключе не надо не надо было действовать так грубо и в телефонном разговоре требовать от Зеленского компромата на Байдена но он действует так как считает нужным и вполне вероятно что именно это помогает ему пока что усидеть в кресле президента США он находится под де-факто импичментом с 2016 года но только сейчас только сейчас в 2019 году на его исходе демократам удалось запустить официальную процедуру импичмента так что за это стоит уважать Трампа он под колпаком своих же нелюдей которые препятствуют ему в деле управления США таким образом чтобы американский народ процветал все-таки сумев сохранить свое кресло но тут есть тоже ложка дегся Трампу следует навести порядок в спецслужбах США ведь то ли ФБР то ли АНБ то ли ЦРУ а то ли и все вместе разгласили разговор Трампа с Зеленским и это послужило поводом как раз для официальной процедуры импичмента со стороны Конгресса США со стороны Палаты представителей А значит спецслужбы США настроены против Трампа хотя не удивлюсь что это как раз таки передали СПУшники и Гуровцы разговоры Трампа с Зеленским демократом ведь как говорит Денис Николаев все спецслужбы Украины служат Москве и для опострения конфликта в Штатах Москва вполне возможно решила передать все таки разговоры Трампа с Зеленским к конгрессменам для возбуждения процедуры импичмента ведь самому Вовке царю интересно что будет с Трампом в таком случае ведь импичмент в нашей стране невозможен потому что можно сделать все что угодно расстрелять детей из всех шмелей в Беслане потопить подводную лодку Курск развязать войну с Украиной на Донбассе но импичмента никакого не будет потому что депутаты Госдумы просто не не осмелятся вякать против президента России а те кто осмеливаются вякать тех потом из Госдумы выкидывают как небезызвестного депутата Митрофанова или убить как депутата Вороненкова вот такие вот итоги недели на этой неделе да ну и еще следует добавить новость которая сейчас пришла только что умер Жак Ширак человек который был президентом Франции и который лояльно относился к Путину ну что ж царство ему небесное не будем его строго судить за связи с Россией пусть сделает это так сказать суд высшей инстанции если верить попам из РПЦ через 40 дней вот так вот на этом все благодарю за внимание увидимся пока пока